22.09.2023 год. Вы с Олегом Соскиным на Большом канале. Итак, давайте обсудим такую реальность. Она уже стала абсолютной реальностью, она расширяется. Это все более мощные, жесткие, разрушительные удары, такого, как бы, тотального характера, я бы таким чином это сформулировал, которые совершаются двумя странами, которые ведут виснажливую, страшную войну между собой. С боку Украины это визвольная война, антиколоніальная, национально-визвольная война. С боку залишков в Москве и Российской империи это суто загарбницкая война. Другая фаза, которая действует в форме геноцидно-террористической экспансии, агрессии, безжальной, каральной, тотального знищения Руси и Украины. И вот эта война уже найдет год и семь месяцев. Она становится, приобретает все черты, так называемого, тотального разрушения двух воюющих государств. Двух воюющих государств. Поскольку фронт законсервировался, я вам говорил, что он постепенно начнет застывать, то силы приблизительно на фронте одинаковые на сегодняшний день, то война рано или поздно перейдет на территории двух воюющих государств. Это очень тяжелый вариант. Для Украины она как бы уже к этому каким-то способом призвучалась, хотя до этого террора неможливо призвучаетесь, но, певным чином, вырубила какие-то певные механизмы стабилизационные и защитные, для того, чтобы уменьшить трагичные наследки от этих страшных людоненависницких атак, которые действуют в Ирломе, которые действуют в Москве. А вот Москва к этому непривычная, непривычная. И вот есть все там эти шушеры, которые там всякие, как это, сфабрикал всяких там пишут мне вражеские на комментариях, то, конечно, они к этого не ожидали никак. И удары будут усиливаться. Посмотрите, кстати, там идет на политике премьера наша с Вадимом Яросимовичем. Она интересна. И как раз я там объясняю, как это все может происходить. И сейчас главные удары, конечно, наносятся по Крыму. Это очень болезненные удары для Путина и для всей его кагибистской шушеры. Потому как даже песни в советское время такие были. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Севастополь, Севастополь, неприступный для врага. Ну, вот это оккупированная территория Руси и Украины. Крымский полуостров и Севастополь в том числе. Потому что это украинская территория. Она была закреплена после распада Советского Союза как часть Украины. И референдум был в Крыму и в Севастополе по восстановлению украинской независимости. И они дали позитивный результат, что они идут на это население, будет в Украине. И то, что была совершена экспансия и агрессия и оккупация полуострова, это объективная реальность. Причем, что не понимают московиты, все-таки они какие-то у них вывихнутые мозги. И там в этом Кремле и в Москве. Ну, вот болваны. Вот подумайте, сворова шобла кагибиская. Если Азербайджан после 30 лет, как Верхний Карабах, Арцах, принадлежал уже Армении, он его вернул. Потому что в советское время эта территория принадлежала, как национальная автономная область, населенная армянами, принадлежала Азербайджану. И, ну, типа Пашинян это признал. Ну, вот, и Россия тоже поддержала, и Путин, и Песков про это сказал, что юридически это часть Азербайджана. Тогда же болваны. Если у вас такой аналог, что вы говорите, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, то тогда и Крым, и все, что вы оккупировали, Луганскую, Донецкую область, Запорожскую, Херсонскую, это тоже все принадлежит Украине. Тем более, что это было все закреплено в Беловежских соглашениях между Ельцином, Кравчуком и, соответственно, Белоруссией. И потом к ней присоединились другие советские республики к этому соглашению. Более того, оно все было записано потом в целостность Украины, в договоре между Россией и Украиной. Вами, так сказать, недоумками, московскими, кремлевскими, кагибистскими, шлайбенью. Это все было ратифицировано и подписано. То как же вы можете говорить, что вы забираете эту территорию? То есть, 30 лет понадобилось Азербайджану, чтобы забрать Нагорный Карабах. Понимаете или нет? То есть, они потихоньку готовились. Израиль тренировал их армию, подставлял им оружие, создали они совместные базы. Турция, Эрдоган, там еще разные. В конце концов, пришло время, и они это сделали. Как я вам рассказываю всем, что сидите возле реки Времени и ждите, когда мимо вас, по вас проплыве потопельник, ваш ворох, как говорит Дуда про Украину. Когда враг проплывет утопленником мимо вас по реке Времени. Это абсолютно истинно. Ее нельзя изменить. Нельзя. Так же, как распасться должна Российская империя, остатки ее. Потому что на ее территории, я уже 20 лет вам это объясняю, там я вообще не знаю с какого, 90-го даже года, даже больше. То есть это, когда я поехал в Люксембург, с Караганом мы там, Караган, как же его, Кургинян, господи, есть Караган, Караганова, есть Кургинян. Вот, Кургинян, он часто выступает там у Соловьева, там у этих, как ее там, у второй барышни там, вот, Скобеева или как ее там. Так вот, сколько получается, я был, это, наверное, начало 90-х годов. Ну, это, получается, лет 30 назад. Да, 30 лет назад я сказал, что Россия распадется, она должна распасться. Потому что она состоит, это остатки империи, состоящие из внутреннего пояса, внутренних колоний. Это так называемые недоформированные протонациональные государства. 21 национальная республика. То есть прошло 30 лет. В Люксембурге, вот, с Кургиняном, он тогда так, это мы с ним очень жестко вели. Еще был Олег этот наш, Кокошинский, еще там кто-то же был. Очень сильно. Потом я даже интервью давал Ившиной в киевских ведомостях. Это все где-то есть, конечно. Поэтому сейчас, когда я слушаю вот этих всех инфантилов в коротких штанишках, когда их 30 лет назад, где был этот Зеленский, где был этот, там, ну, Буданов теперь говорит про это, там, начал говорить. Молодец, что. Только же ссылайтесь на... Нельзя же как бы присваивать то, что вам не... Это называется Буданов плагиатором. Нельзя быть плагиатором. Надо Олега Юрьевича Соскина ссылаться. И всем остальным тоже. Это недопустимо. Воровать чужие, так сказать, высказывания и прочие постулаты. Это просто неправильно. Это называется плагиатор. Это называется... Это даже не компиляция. Это просто воровство такое, интеллектуальное. Первым на этой территории, кто всем этим занимался, кто это писал и рассказывал, является Соскин Олег Ильич. Первый, кто сказал об Алто-Черноморской дуге, альянсе, восстановлении в этот период, 90-х годов, это Соскин Олег Ильич. Поэтому все, вот вы, так сказать, инфантилы и прочие, так, это поросль, трава, вы должны на Олега Ильича, как патриарха всего этого процесса, ссылаться. Единственных, кто еще были, Черновол, Горинь и там, ну, больше никого не было. Да, Балто-Черноморский, этот самый, Межморья, в виде Межморья, это разговор шел между Петлюрой и Пилсовским. К сожалению, он там-то и Вудро-Вилсон, масон 33-го градуса, тогда не дали этому осуществиться, хотя была обрисована линия Керзона. Но, видите, прошло столько лет, с того периода, с целое столетие, и опять вернулись к этой проблематике. Но к ней первыми мы вернулись, Соскин, Черновол, Горинь и брать. Вот и все. Поэтому, как бы, все, что вы сейчас говорите, это называется копирование чужого интеллектуального, кража чужого интеллектуального продукта. Недоросливые, метрофанушки, блин. Так вот, смотрите, что дальше получается. Дальше получается следующая картинка, что, по сути, идут тяжелейшие теперь обменные, ракетные и прочие удары этих беспилотников и прочего по тылам двух государств. Поскольку Украина наращивает этот ресурс, то удары по российской территории будут делаться все более мощными. Все более мощными. Ну и вот сегодня уже демонстративно поражен Севастополь. Главный штаб, как там его назвать, Севастополь военно-черноморского флота России. Это, конечно, колоссальный удар. Там здание практически полностью разрушено. Все там уничтожено, там центральная ракета, или там их несколько попало прямо в центр. Ясно, что там погибли, если не сотни, то десятки человек раненых и фрагментированных. Ясно, что там шок. То есть, это хваленое их ПВО обделалось по полной программе. То есть, пробито все. Да, они ударили искандерами московиты по Курахову. Да, очень тяжелые ситуации. И Херсон, постоянные удары идут. Но это вы сами виноваты, Зеленский. Вы давно, вы еще могли в октябре-ноябре ликвидировать этот мешок на Левом берегу. И Херсон был бы защищен, как сейчас Николаев. Это вы просто поступили, ну, как, не знаю, как чистые такие самодеятельные, артисты самодеятельности колхозного клуба. Вот. И сейчас надо его уничтожить. Там, говорят, прибыли подразделения Вагнера в Херсонскую область. Блин, да это так, это просто какая-то карикатура. Какие подразделения, какой Вагнер, уже его нету. Это все просто остатки чего-то. Поэтому это даже не смешно. Это просто какое-то недоразумение. Вагнера нет, поскольку нету на поверхности Уткина и нет на поверхности Пригожина. Может, их уже вообще нет, а может, просто они ушли в глубокие, там, так сказать, туннели. Мы не знаем. Это все пока покрыто мраком. Но, тем не менее, уже как системы Вагнера, уже нет. Все. Если Суровикин будет ему это поручено, то это будет уже война в Африке, война на Балтийско-Северном театре военных действий. Но это уже никак не война в Украине. Это уже абсолютно ясно. А если там какие-то, так сказать, фрагменты этого Вагнера приехали на это место, то они будут просто стерты полностью в порошок. Я думаю, это скоро произойдет. Поэтому про это даже нечего говорить. А вот то, что нанесен удар по Севастополю, по Крыму, по САКам, это серьезно. То, что уничтожается, по сути, вся военная база Крыма и Севастополя, это уже ясно. То, что это происходит системно, и особенно удар по Севастополю, это для Путина просто, ну для него это, это для него, я не знаю, это как ему кто-то просто берет, и это такая есть история, что говорит, зажали это самое. Ну ладно, не будем про это. То есть для Путина это невыносимо, скажем так. И для его окружения всего. Но должен кто-то быть наказан, потому что тут Путин терпит просто поражение, во-первых, Лавров. Там просто, как некоторые пишут, Лаврову в Нью-Йорке дали на Совете Безопасности просто по мордасам. Ну Путину там тоже дали по мордасам. Этот пример Албании на Совете Безопасности просто этого небезью растер, как бы вот, как соплю какую-то по полу. И Зеленский выступил, конечно, Зеленский там такое, что-то говорил, совершенно безумное и неисполнимое, но с чувством, с толком, с остановкой. То есть Зеленский, по сути, призывал создать мировое правительство. Ему надо почитать разные книги, там описано, при каких обстоятельствах может возникнуть так называемое открытое, незакулисное Зеленский мировое правительство. Поэтому тебя могут просто расценить, что ты, так сказать, вышедший на поверхность представитель. Чуть ли не новая редакция Машиаха, вот в этих христианских хрониках. Почитай Откровение Иоанна Богослова Зеленский, тебе будет интересно. Пусть тебе жена твоя почитает, у вас там время же есть немножко. Может, Ермак в дуэтом почитает вам, почитайте, вам будет это интересно. То, что ты сейчас там наговорил на Совете Безопасности. Это чистый план. Ну, да ладно. Это бывает. Или ему кто-то... Ну, ему ясно, он говорит, я писал Зеленский. Знаешь, есть говорят, пить, курить и говорить. Он начал одновременно. Так он еще и курит, да, когда выпьет. Так он еще и пьет, да, когда в карты проиграет. Хазанова послушай про говорящего попугая Зеленский. Поэтому не надо говорить, что я писал. Это как Брежнев говорил. Как это самое. А, говорит, вы мне такой хороший доклад написали. Ну, говорит, я же просил где-то на полчаса, а я его читал целый час. Леонид Ильич, ну, просто там лежало, мы не убрали, там лежало два тех, два экземпляра. Мы не успели второй экземпляр, и вы его тоже прочитали. Вот, поэтому получилось вместо полчаса целый час. Ну, еще есть разные Зеленские, эти такие, про Брежнева. Ну, на закате, конечно. Когда он говорил, что, когда у него вышли книги «Целина», «Малая земля», там еще там где-то шесть книг. Ну, и приходит к нему министр обороны, этот Устинов. Он говорит, вот смотрите, говорит, «Малая земля», где я воевал там возле Новороссийска. Вы читали, Устиновый министр, говорит, да, Леонид Ильич, вместе с женой, близкими, там, детьми, просто все были восхищены. Не могли оторваться, спать не могли, лечь пока не дочитали. Потом приходит Андропов, тот говорит, ты читал там еще одну книгу? Да, говорит, просто бесседно, ну, как я говорю, лучшее, в своей жизни ничего подобного я не читал. Потом по Целине Черненко приходит, говорит, да, там еще про Молдову, там у него шесть книжек было, Зеленский, у Бережнева. Он так положил их перед собой, говорит, смотри, товарищи все читали, а я не читал. Может, и мне надо с женой Галиной почитать и дочерью Зеленский, понимаешь? А, нет, дочка у него Галина была, а с женой не помню как. Зеленский, может, и тебе надо почитать? То есть, ты не придумывай, что это ты читал, это писал, там, говорит, Чукча, говорит, или как там этот житель, представитель северных народов, говорит, не читатель, он, говорит, писатель. Ой, это, конечно, когда вот эти фантазии начинаются бить таким, это, струями, как чижик-пыжик, где ты был, на фонтане что-то пил, да, выпил рюмку, выпил дверь, да, Зеленский, нет, не слушал, закружилось в голове. Не надо выдумывать, прям, ну, говори, да и все, что тебе написали, ну, что ты в этом что-то понимаешь, говорит, я читал документы, он, нифига себе. Зеленский читал документы, он, ну, по диагонали, может, что-то ему рассказать. Ну, да ладно, так вот, смотрите, что получается. То есть, обмен ударами усилюется. Понятно, что теперь Путин этого не оставит без последствий. Поэтому, ну, куда он будет бить? Я думаю, он ударит по Киеву, по Киеву, по центрам принятия решений безжалостно. Может ударить теперь по Киевской ГЭС, вполне возможно. Уже все для этого готово, Зеленский. То есть, ему нанесли личное, тотальное оскорбление. Ему нанесли оскорбление в Азербайджане, там бахнули 6 человек миротворцев, при той машине 5 сидело. Там эта вся верхушка, по сути, сидела. Там зам сидел этот, который миротворческим контингентом. Там, видно, какие-то документы были. Теперь говорят, что это была какая-то структура этих серых волков. Какая-то эта организация турецкая, азербайджанская. Ну, турецкая это как филиал. Что это все было продумано. Что машина попала в засаду. Слышишь, Путин? Что ж ты сопли жуешь? Что ж ты сопли жуешь, Путин? Ты как это... Что ж ты... Ты даже рассказывал, как ты там один с пистолетом выходил со своего клуба в Дрездене с удостоверением штази. Против там целой группы сотен демонстрантов. Ты такой храбрый был. А что ж ты тут молчишь? Алиев тебя вместе с Эрдоганом, как говорится, одел по самые не могу. Где твои помидоры этот самый Путин? По самую не могу тебя одел. Володя, что ж ты, бляха, молчишь до сих пор, а? Никакого ответа нету. Ни привета, ни ответа. Нет никаких демонстраций в Азербайджане. Нет никаких там событий в Азербайджане. Все у них хорошо. Никто там не бомбанул их в какую-то военную базу, аэродром или резиденцию Алиева. Представляешь, Алиев извинился. Ну, куда его положить эти извинения? В унитаз спустить. Да, короче, Путин, конечно, сейчас, я думаю, там просто у себя в бункере по стенкам лазит. Но посмотрим, что дальше будет. Поэтому ему надо сейчас срочно ответить Эрдогану и Алиеву. Алиеву просто, Алиева надо на шум полнодеть. Это сто процентов, блин. Как эту самую, это я был недавно там, смотрел там, как этих овец жарят. Таких протыкают, и потом они там крутятся, на вертеле таком крутятся. Это барашек крутится, крутится, под низом огонь горит. Вот я думаю, с Алиевым и Эрдоганом Путину, вообще Эрдоган просто обнаглел. Он Путина просто в упор. Тот его и птичьим молоком кормит, и эти ему подают исламские обеды, блин. И сам это ест все вместе с ним. И все делает для этого исламиста, радикала, да, который захватил нашу Софию в Константинополе. Переименовали в какой-то Стамбул, блин. Теперь сделали мечеть из нее, там начали ремонт делать, там вообще такое безобразие творится. И Путин, блин, только нос утирает, и все, его по мордасам бьют этот. То Эрдоган этим тапочком бьет жены, то теперь Алиев его вжарил этим бюстгальтером своей жены вице-президента. А Путин утирается, и все, говорит, спасибо большое, исламисты, я вас так люблю, хотя и говорю, что я христианин, ортодоксальный, православные свечки ставлю и крещусь даже. А Путин, вжарили тебя? А теперь еще и Севастополь. Зеленский его вжарил так. Ну, что-то будет, что-то должно быть. Если, конечно, вообще Путин что-то еще может сделать. Может, он уже полный, так сказать, этот самый, как он называется по-английски. Поэтому, я думаю, какие-то будут события в ближайшее время. Я только могу киевлянам одно сказать. Бежите и львовянам. Киевлянам и львовянам. У Путина теперь только два ответа. Это Киев и львов. Так что садовому надо тоже пойти, так сказать, ванну или душ принять. Там жена там ванну может принять, а он душ. По-быстрому надо им это сделать. А львовы, они тоже, галычане, подготовьтесь. Ира Ферреон, подготовься. Кто там у вас еще, там вам сейчас такой посыл придет по полной программе, я думаю. Вот. Ну и Киев. Мальчики, девочки, девочки особенно, собирайте детей, бегите. Там есть такие всякие ковены, ведьм молодых. Они такие наглые и туповатые. Кстати, завтра будет равноденствие, да? Вот. Вы свои там обряды не делайте. Они вам эти обряды не помогут. Это 300%. Потому что много таких наглючих, которые думают, что они что-то в этом понимают. И что им, типа, их этот самый начальник, он их как-то... Насмотрелись фигни всякой. Вот. Это все неправда там, что в этих фильмах показывается. Вас сейчас размажут полностью, как говорится. Намажут полностью вами на асфальт. Поэтому вещички собрали и бегом, бегом, бегом. Вывод делаем. Война перешла в новую фазу. Более высокую. Теперь будут уничтожать в центре принятия решений. Понятно, что будет уничтожена левая часть Киева. В результате Киев получит вот эти ракеты и от Шольца, и от Байдена. И вот эти, которые далеко бьют. Плюс еще какие-то. Плюс беспилотники. И ударит по Москве. 100%. И по Ленинграду. Поэтому будут эти удары. Ну, а потом уже, как это самое, уже предсказать даже нельзя, что будет. Что будет дальше в Украине? Мужчины просто проломают границу где-то в каком-то месте и уйдут вместе с женами, детьми, кто не хочет. Кто хочет воевать, тот останется. Ну, конечно, за гривни воевать никто не будет, Зеленский. Только за землю могут воевать. Это практика была. Так Пелсуцкий победил. Так очень многие. Американская была независимость таким способом достигнута от Великобритании. Ну, такая полная. Там бастонская чайпи тебе была. Масонская ложа такая была. Поэтому вот такой бы я вам материальчик небольшой сделал. То есть, Севастополь горит. Ну, теперь что-то должно быть с Путиным. Это 100%. Потому что его вжарили на всех направлениях. Что-то он молчит. Молчит. Куда-то в Новгород поехал. Они его теперь назовут Великий Новгород. Великий Новгород. Великий, невеликий. Ну, Путин, так сказать, надо тебе доставать тот пистолет, с которым ты выходил. И когда был завклубом в Дрездене. И когда ты, так сказать, пил пиво с Меркель. Но у нее фамилия же другая. Как там у нее она называется. На К. Вот такие, дорогие мои, события произошли. Подписывайтесь на Олега Григорьевича. У нас 140 тысяч было. 630 преодолели. Второй Соскин Юс. Смотрите. Я там вам прекрасный материал поставил по Аргентине. Почему вы не смотрите? Это замечательный материал. Это то, что будет в Украине. Вы просто молодые еще. Зеленые, глупые. И вы не понимаете, что такое 11-12 тысяч процентов инфляции в год. Которая была в Украине. Но вы это узнаете. У вас еще все спереди. Как говорил Валера Бабич. До новых встреч.